Добрый вечер, дорогие братья и сёстры! Итак, мы сегодня представляем вашему вниманию первую лекцию из нашего курса «Догматика в церковных молитвословиях» в нашем богослужении. И сегодня мы рассмотрим тему «Пути познания, пути богопознания». Как известно, в православной догматике есть два возможных пути богопознания — апофатическое и катафатическое. Апофатическое, так называемое, отрицательное познание, значит, катафатическое положительное познание. В первой части лекции, в своём выступлении, я расскажу про апофатическое познание Бога. И вот тема моего выступления — апофатические свойства Божии. То есть мы говорим о свойствах Божьих по существу, то есть какие отличительные черты, какие особенности существа Божия открываются при апофатическом познании, при познании путём отрицания. Здесь прежде всего немножко по терминологии. Греческое слово «апофасис» означает отрицание. Соответственно, апофатические свойства Божия — это те свойства, которые получаются путём отрицания по отношению к Богу недостатков и определённых ограничений, присущих тварному конечному бытию. То есть здесь богослов, замечая какие-то несовершенства, ограничения в тварном мире, возвышает свой разум, исходя из общей идеи, что этих свойств не должно быть у Бога. И таким образом приходит к тому, что определённые качества Божии формулируются как отсутствие того, что мы видим, ограниченного в тварном мире. Итак, всего в православной догматике выделяют четыре апофатических свойства Божьих. Это самобытность, неизменяемость, вечность. И последнее свойство формулируется двумя синонимами. Неизмеримости, везде присутствие. Итак, обо всём, о каждом свойстве по порядку. При этом я буду поступать таким образом. По каждому свойству сначала я буду рассказывать кратко теорию, то есть как она представлена в учебниках по догматическому богословию. В частности, как я говорил, мы взяли за основу современный и используемый в духовных семинариях учебник догматического богословия про теории Олега Давыденкова. А потом уже по этому же свойству буду приводить кое-какие богослужебные тексты, которые мне удалось обнаружить. Понятно, что количество богослужебных текстов, количество иллюстраций разнится. По каким-то свойствам удалось найти больше примеров, по каким-то свойствам меньше примеров удалось найти. Но, тем не менее, всё, что удалось обнаружить, представляю. Итак, первое свойство — самобытность. Суть этого свойства в том, что Бог не имеет ограничений по началу и по причине бытия. То есть здесь имеется в виду начало не во временном смысле, а то, что нет какой-то первопричины вне Бога, нет какого-то начала, которое создавало бы возможным или было бы условием для бытия Бога. То есть Бог все свои условия, все условия своего бытия имеет только в себе. Ну и по каждому свойству обычно приводятся библейские цитаты. Я выбрал наиболее, как мне кажется, самые ёмкие, самые выразительные. Ну вот в частности, здесь по самобытности одна цитата из Ветхого Завета и одна цитата из Нового Завета. Из Ветхого Завета, из книги пророка Исаии, 43-10, «Прежде меня не было Бога, и после меня не будет». И более характерная цитата из Евангелия от Иоанна, 5-26, «Как отец имеет жизнь в самом себе, так и сыну дал иметь жизнь в... в самом себе». И вот в песнопениях, правда, по свойству самобытности довольно сложно найти какие-то иллюстрации, я единственное посчитал возможным в качестве примера привести именование Бога безначальным. То есть в частности, вот есть молитва, первая молитва Пятидесятницы, где мы обращаемся к Богу, называя Его разными эпитетами, разными именами в звательном падеже, и вот в частности, «Причисти, не сквер, не безначальне». И также в молитве Великого Освящения Воды есть «Ты, Бог, сый, неописанный, безначальный же и неизглаголанный». То есть здесь слово «безначальный» скорее всего употребляется именно в плане самобытности, а не в том смысле, что Бог не имеет начала в каком-то отрезке времени. То есть вот получается, что слово «безначальный» довольно часто используется в молитвословиях, и его можно рассматривать как выражение вот этого догматического учения о свойстве Бога как самобытности. При этом здесь важно вот что еще. Здесь нужно различать свойства безначальные по отношению к Богу по существу и индивидуальную характеристику Бога Отца. То есть если мы говорим о ипостасных свойствах лиц Троицы, то там безначалье характерно только для Бога Отца, потому что только Он не рождается и не исходит, в то время как Бог Сын и Бог Дух Святой ипостасное бытие имеет от Бога Отца. То есть Бог Сын рождается от Бога Отца, Бог Дух Святой от Бога Отца исходит. И поэтому если говорить об отношениях в Троице, то там безначальным является только Бог Отец. Однако если текст не предполагает различия лиц Святой Троицы, то тогда мы в таких текстах слово «безначальный» имеем право относить ко всем трем лицам Троицы, то есть к сущности Божией. И вот здесь как раз в двух приведенных примерах как раз именно это имеем в виду. То есть здесь характеристика Бога по его существу, поэтому безначальный как раз для нас подходит. Дальше. Следующее свойство – неизменяемость. Ну вот здесь как-то с этим свойством проще и более понятно. Когда мы говорим о неизменяемости существа Божия, то мы предполагаем, что невозможны какие-либо изменения, которые являются признаком относительного несовершенства. То есть Бог есть всегда один и тот же по своей сущности и в своих свойствах. Он не может по существу ни изменяться, ни совершенствоваться, ни тем более наоборот как-то умоляться. Он всегда имел совершенное бытие. Имел, имеет и будет иметь. И вот тоже две характерные цитаты. Одна из них из книги пророка Малахии. «Я Господь, я не изменяюсь». Ну, правда, насчет этой цитаты нужно сказать вот что. Нужно, конечно, немножко уточнить. Мы ее вырвали из контекста. В принципе, в учебнике по догматике она тоже вырывается из контекста. Там все-таки в контексте речь идет не о свойстве существа Божия, а о том, что Господь всегда верен своим обетованиям. То есть он не изменяется в плане того, что он обещал людям. То есть как вот он обещал быть верным завету с Израилем, так он всегда пребывает в этой верности. Там такой смысл. Но, в принципе, все равно подходит данное, если его взять изолированно из контекста, данное цитата подходит как выражение существа Божия. Ну, и из послания Иакова уже более точная цитата, более подходящая. «У Отца Светов нет изменения и ни тени перемены». Вот очень хорошая здесь цитата из творений высказывания святителя Григория Низского. Такая цитата. «Истина сущая всегда остаётся точно таким же, не возрастает и не умаляется, равно не подвержена изменениям ни в худшую, ни в лучшую сторону, ибо худшему оно чуждо, а лучшего для него нет». Действительно, ничего лучше не скажешь о таком свойстве Божьем, как неизменяемости. Однако, здесь важно понять, что, когда мы говорим о неизменяемости Бога, то мы имеем в виду неизменяемость Бога по существу, неизменяемость сущности Божьей. В то же время, если речь идёт об отношениях Бога с миром, как то сотворение мира, создание человека, отношения с человеком, то, конечно, здесь определённая динамика может присутствовать, безусловно. Но это всё-таки уже деятельность Бога вне Его сущности. Что касается бытию Бога в существе, то здесь Бог неизменяем, и поэтому данные примеры изменяемости, они не подходят. И ещё второй тоже важный тезис исключения. Воплощение также не послужило изменению существа Божия. То есть, несмотря на то, что Бог, Слово, Сын Божий принял человеческую плоть, Он не изменился в Своём Божестве. И вот, давайте посмотрим песнопение. Ну вот, в частности, о неизменности Бога хорошо говорится в канонах Пресвятой Троицы из Актоиха, из Воскресной Полуночницы. Да, такое богослужение, как вот это, значит, Воскресная, Воскресная, вот это, вот это, значит, Полуночница совершается только в монастырях, она, конечно, совершается и у нас здесь, в монастыре Сретенском, но на большинстве приходов этого богослужения нет. но тем не менее, на этой службе в воскресенье есть замечательные каноны, посвященные Пресвятой Троице, и вот, в частности, в каноне Третьего Гласса такой есть Тропарь, где Господь называется Создателем Неизменным, а вот и мы просим, чтобы раз Господь Сам неизменен, то чтобы и нас Он избавил изменений, различных перемен. Вот здесь, конечно, не совсем понятно, в чем именно мы просим у Бога не меняться. А вот как раз второй Тропарь более пространный, как я вот обнаружил, можно рассматривать как некий комментарий к краткому первому Тропарю. Вот посмотрим на второй Тропарь. Здесь такой текст. Уставляешь и присно ангельское воинство к неприложению, едини сын неизмени и трепостасни Господи, покажи оба и мое сердце неприложно всегда, воеже славите тебя тепли и воспевайте благочестно. То есть здесь, видите, такой интересный дается комментарий к кратким фразам предыдущего Тропаря. То есть получается, что как Бог неизменен, как Он в итоге устанавливает ангелов неизменными, так и мы просим быть неизменными. Но в чем быть неизменными? Неизменными в прославлении Бога. То есть как вот мы сейчас на данном богослужении прославляем Бога, так мы просим, чтобы Господь дал нам возможность в этом отношении не меняться, чтобы мы всегда могли прославлять. И вот какая интересная мысль. То есть из такого догматического свойства, как неизменность Бога, песнописец делает такое нравственное приложение, как бы прося и дать нам определенную неизменность в прославлении Бога. Еще как раз два других примера. Это скорее примеры того, как нужно отличать неизменность Бога по существу от его различных изменений, которые могут происходить касательно его действий в мире. Ну вот в частности стихира на стиховне воскресная. Здесь такая антитеза. Бог Сы неизменен, плотию стражда изменился Иси. То есть противопоставляется Бог неизменный по существу и Бога-человека Иисус Христос, который во время страдания ну понятно изменился в том смысле, что конечно страдающий человек меняется в своем виде, то есть становится не таким красивым, прекрасным, как он был до страданий. И также второй пример тоже как раз как в песнопениях выражается мысль, что Бога воплощение не послужило изменению Бога по существу. То есть здесь говорится, что Богородичен воплотися Бог при постасе чистой и с тебе плотью соединяем, прибив прибыв неизменен, по божественному существу бесплотен. Здесь как раз и говорится, что несмотря на Бога воплощение по существу Божию Господь пребывает неизменным. следующее свойство вечность. Ну вот здесь как раз я думаю, что вот именно это свойство оно самое может быть понятное из всех вот рассматриваемых свойств Божьих апофатических. И категория вечности, ну как вот в учебнике Давыденкова она характеризуется, это значит, что Бог пребывает вне времени, к нему неприложимы такие понятия, как прежде, после, теперь. Более того, невозможно говорить о том, что было время, когда там когда-то ничего не было и был только Бог. То есть по большому счету тогда даже и времени не было. То есть Бог существовал, существует и будет существовать всегда вне времени и по сути любые временные характеристики ему чужды. Ну и вот какие цитаты. Тут цитаты правда обе ветхозаветные. У меня псалма, то есть первая цитата Псалом 89-й 3-й стих. «Прежде нежели родились горы, ты образовал землю и вселенную, от века и до века ты Бог». И книга плач и ремеет и Господи пребываешь во веки. Что касается вечности, то конечно довольно часто мы встречаем эпитет Божий вечный. Вот действительно в молитвах, большом количестве молитв. Ну вот также еще вот догматик в догматике воскресном пятого гласа, в конце его есть «сы и прежде сый». Вот «сы и прежде сый». То есть всегда существующий явился как человек. Ну и последнее свойство «неизмеримость и везде присутствие». То есть здесь отрицается связь бытия Бога с категориями пространства. То есть мы ну здесь лучшая характеристика это как раз слова святителя Иоанна Златоуста «Я знаю, что Бог существует везде и то зная, что Он существует что Он везде существует всецело. Но каким образом этого не знаю». То есть действительно мы можем говорить о том православная догматика говорит о том что Бог присутствует своими энергиями каждый с одной стороны Он по существу от мира отделен то есть Он говоря философским языком Он миру значит трансцендентен но в то же время Он своими божественными энергиями проникает все мироздание присутствует везде и полностью. И вот самая характерная цитата длинная цитата это Псалом 138 7 по 10 стих но она приводится во всех руководствах и даже в катехизисе и в учебниках по догматическому богословию здесь псалмопевец рассуждает куда пойду от духа твоего и от лица твоего куда убегу взойду ли на небо ты там сойду ли в преисподнюю и там ты возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря и там рука твоя поведет меня вот ну как это понятие неизмеримости и везде и везде присутствие да вот прежде чем говорить о том как оно выражается в песнопениях тем не менее да с одной стороны мы говорим что бог всецело присутствует везде однако в то же время есть некоторые особые места присутствия божия эти особые места это во первых небеса но небеса здесь понятно в духовном смысле то есть не атмосфера не допустим стратосфера а вот небеса как мир божий вот то есть есть некий такой мир божий который так скажем в упрощенной модели мироздания предполагается находящимся вверху потом есть также храмы где господь присутствует особым образом и есть души праведников в которых тоже господь присутствует и вот тоже высказывание Иоанна Дамаскина бог будучи невещественным и неописуемым не находится вместе он место для себя как все наполняющий выше всего сущий и сам все содержащий однако говорится что и он находится вместе и где его действие бывает явно то и называется местом божьим то есть здесь он поясняет что вот эти особые места присутствия это скорее особые места славы божьей особые места где господь проявляет себя особым образом ну допустим вот Иерусалимский храм был местом где явился Господь явился ангел Господень во время язвы которая была во время Давида и тем самым показал что это место является избранным и так ну что касается о присутствии Бога везде здесь очень много цитат ну вот в частности даже молитва Царю Небесный которую мы мы всегда читаем перед началом каждого дела вот есть там фраза везде сы и вся исполняй вот точно так же именно эта же фраза есть завершает кондак великого канона кондак великого канона тоже да пощадите Христос Бог везде сы и вся исполняй и так же вот в чине торжества православия еще один пример есть пресвитерская молитва которая начинается такими словами Всевышний Божий Владыка и Судетелю все твари наполняй вся величеством твоим а вот это цитаты о присутствии Бога везде как бы по существу своими энергиями во всем мироздании однако есть так же в песнопениях высказывание об особом присутствии Бога в отдельных местах ну вот в частности что касается его присутствия на небе а так же в Богородице то есть Богородица как пример самого праведного человека вот ну и как та через которую совершилось воплощение вот Богородичин храм и престол явилась и си Божий вон же вселись и же в вышних сын то есть Бог который всегда на всегда в вышних как бы в высоких на высоте вот он вселился в Богородицу и так же что касается пребывания Бога в храме то это известный Ирмос канона и здесь в уста трех отроков вкладывается фраза которая в принципе взята из книги пророка Даниила благословен и си в храме славы твоей я Господь то есть Господь находится в храме славы своей ну вот как раз мы рассмотрели все четыре существа это значит апофатических свойства существа Божия привели примеры в песнопениях то есть лишний раз показали что наша догматика и наша гимнография имеют между собой соответствие я на этом свою часть выступления завершаю благодарю вас за внимание здравствуйте дорогие братья и сестры сегодня я расскажу такую тему как катаватические свойства Божии в православном богословии одно из ключевых понятий это катаватические свойства Божии эти свойства позволяют нам описывать Бога хотя и не раскрывает его сущность как утверждает преподобный Иоанн Дамаскин все что мы утверждаем о Боге не может быть поверхностным знанием о его неприступной сущности вместо этого это знание связано с божественными началами и действиями которые Бог осуществляет в мире согласно священному писанию Бог открывает себя через катаватические имена эти имена представляют собой положительные характеристики благодаря которым церковь воспроизводит свой опыт богопознания все катаватические имена Божии можно разделить на две основные группы первая группа это имена обозначающие положительные божественные свойства эти имена отражают вечные божественные силы и действия Бога к ним относятся такие качества как любовь слава благость следующая группа это имена характерные отношения Бога к миру и человеку эти названия действия Бога по отношению к его творениям могут включать в себя такие термины как Господь Творец Спаситель и Промыслитель в связи с непознаваемостью божественной сущности мы имеем дело только с ограниченным с ограниченным знанием божественных свойств это ведет к рассмотрению принципиальных вопросов первый вопрос это онтологический статус божественных свойств здесь важно определить как божественные свойства соотносятся с самой божественной сущностью и как они связаны друг с другом святые отцы рекомендуют что Бог прост и несложен святой Григорий Низкий приходит к выводу о том что божественное естество простое и единообразное второй вопрос это множественность имен и свойств в то же время священное писание говорит о множестве имен и свойств божьих например в книге Левит Бог говорит азм есть свят что означает что Богу присуща святость кроме того Господь Иисус Христос утверждает что Бог возлюбил мир то есть указывает на то что Богу присуща любовь учение восточных отцов об отношении катафатических свойств божьих к самому Богу можно свести к соблюдению основных положений первое это божественные свойства имена которые мы используем для описания Бога они имеют объективную поддержку Боги являются не только нашими субъективными представлениями второе это божественные свойства хотя и доступны для частичного познания но существуют как непознаваемые божественные сущности так и между собой третье это божественные характеристики именуем Бога как свободно разумное существо но не определяет его сущности ну вот первое вот это одни из свойств катафатических свойств божьих но это еще не все здесь представлены то есть в них ходит это разум премудрость всеведение святость всемогущество и перейдем к первому свойству разуму Божию разум Божий представляет собой одно из главных свойств Бога и его невозможно отделить от других божественных свойств таких как премудрость и всеведение в священном писании разум и премудрость часто рассматриваются как взаимоизменяемые понятия например в книге притчи Соломонова говорится не премудрость ли вызывает и не разум ли возвышает голос свой это показывает что оба свойства имеют близкую связь и представляют собой разные грани одного и того же божественного начала сравнивая божественный разум с человеческим мы можем заметить что в силу нашей ограниченности человеческое познание всегда будет несовершенным и неполным пророк Исаия говорит о величии божественных мыслей отмечая как небо выше земли так и мысли мои выше мыслей ваших это подчеркивает что разница между человеческим и божественным разумом колоссальна в отличие от человека у которого существует разрыв между способностью познания и самим знанием у богоспособность и знания совпадают и таким образом он знает все что является основой его всеведения дальше мы рассмотрим свойства разума в гимнографии и первое это пример из актоэха это глаз шестой в четверток блаженный глаз шестой яко облац окропили есть те воду в мире божественного разума просвещение господне апостоле здесь апостолы уподоблены облакам проливающим воду это символ духовного знания и благодати на мир они как носители божественного разума являются источниками просвещения и преобразования мира через свою проповедь и учение божественного разума что это означает это указание на разум исходящий от бога на высшую мудрость которая проясняет истину и дает человеку возможность постигнуть божественный замысел и волю и тем самым апостолы описываются как просвещенные этим божественным разумом то есть их учение и проповедь основываются не на их собственных силах и понимании а на прямом божественном откровении и просвещении следующий следующий учение благочестие разум разум твой владыка здесь подчеркивается что сияние и просвещение учеников не исходит от их собственной мудрости а от разума Христа владыки Господа они являются проповедниками божественной мудрости следующее свойство это премудрость Божия премудрость Божия является более узким свойством чем разум он отражает совершенное знание целей и средств их достижения премудрость это все ведения обращенные к действиям например вот псалмопевец Давид говорит все соделал ты премудро в священном писании премудрость часто представляется как активное и динамичное свойство в книге премудрости Соломоновой премудрость описывается как один из высших даров святого духа также премудрость в священном писании предстает как личность содействующая Богу в творении мира она является источником жизни и вот в книге притчи говорится что кто нашел меня тот нашел жизнь вот пример один из примеров этого свойства кто их пятого гласа в субботу утро канон усопшим песнь первая премудрость божия иже известно начертание все носяй родителево иже прият щедри саму покой подавай им пресносущное блаженство в этом тропаре христиане обращаются к Богу премудрости который носит себе начертание отца с просьбой упокоить души усопших премудрость божия здесь имеется ввиду что говорится о том что о божественной премудрости то есть о Боге как о воплощении высшей мудрости следующий пример это актоих четвертого гласа в понедельник утро канон бесплотным святым ангелам песня четвертая на тебя якоже дождь премудрости бездна Иисус едину чисту тебе обрет богородице Дева и загради нечестие потоки лютая божественную благодатью в этом тропоре описывается нисхождение Иисуса Христа премудрости Божией как дождь который очищает мир вот и единственной достойной принять его стала пречистая Дева Мария натя якоже дождь премудрости бездна Иисус ниди здесь приводится аналогия между пришествием Иисуса Иисуса Христа и дождем которым нисходит на землю премудрости бездна это глубокое символическое выражение обозначающие Христа как воплощение божественной премудрости и вот образ дождя символизирует нисхождение благодати очищение и освещение мира через воплощение Христа следующий пример в том же самом каноне находится только уже в шестой песне премудрости твоею сотворивой ангельские лики господстве же Иисилы и Серафимы яко владыка показал Иисих хвалами тя чтущая в этом тропаре подчеркивается том что Бог прославляется как премудрость как премудрый творец ангельских сил господств сил и Серафимов Он проявляет себя владыкой всего мира и всего существа будь то это ангелы или люди которые прославляют его как своего творца и господа премудрость твоею сотворивой ангельские лики здесь указывается на то что Бог сотворил ангельские чины благодаря своей премудрости ангелы как духовные существа были сотворены изначально премудрым замыслом Бога который охватывает все мироздание следующий пример это актов гласа шестого суббота утра канон усопшим песня четвертая премудрости большее являя познание я дарих многосовершенную владыка благостыню мученические лики ангелам сочетал еси в этом тропаре Бог прославляется как источник высшей премудрости и познание которое дарует дары и благостыню премудрости большее являя познание здесь говорится о том что Бог является источником высшей премудрости и познания премудрость Божия превосходит человеческое понимание и ведет глубокому познанию истины следующее свойство это всеведение всеведение это свойство Божие заключающиеся в том что Бог знает все включая и себя и свои дела как сказано в священном писании Бог больше сердца нашего и знает все Бог не нуждается в нашем процессе познания мира как это делает человек его знание о мире не является результатом наблюдения а является частью его сущности и замысла одним из аспектов божественного всеведения является предведение знание Бога Богом о том того что мы воспринимаем как будущее и блаженный Августин утверждает что отрицание божественного предведения является безумием поскольку Бог вечен и не имеет ни прошлого ни будущего и все для него является настоящим следующее свойство это святость божия святость является одним из важнейших свойств божьих представляющим собой не только чистоту но и высшую добродетель она подразумевает что Бог полностью отдален от всякого зла и греха и это отражает его природу в священном писании святость Божия многократно упоминается подчеркивая ее центральное место в божественной сущности например в книге Исаии говорится тройное свят 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 в адрес Господа что свидетельствует о его абсолютной святости и непостижимости для человеческого разума божественная святость требует от человека стремления к святости и вот апостол Павел говорил об этом будьте святы потому что я свят также святой Кирилл иерусалимский акцентирует внимание на том что святость людей не является естественным состоянием но достигается через причастие к божественной благодати и доброделанию также важным аспектом святости является то что она не ограничивается только природой Божией но распространяется и на его действия в качестве вот примера это молитва Трисвятое молитва Трисвятое является важной частью христианского христианского богослужения оно входит в состав различных богослужений и не только святый Божий святый крепкий святый бессмертный помилуй нас здесь в фразе святый Божий идет обращение к Богу как к святому и святость Бога означает его абсолютную чистоту отделенность от греха и несовершенство его трансцендентность следующее свойство это всемогущество всемогущество является тем свойством которое подчеркивает что Бог обладает полной властью осуществлять все что угодно его воле это не просто способность делать что угодно но и уверенность в том что все все действия Божие находятся в соответствии с его святостью мудростью и благостью и в псалмах можно увидеть вот говорит псалмопевец Бог творит все что хочет и это означает что его действия не только всевозможны но имеет определенную цель и смысл одной из важных характеристик Божьего всемогущества является отсутствие дистанции между волей и его осуществлением в отличие от человека который сначала формулирует желание а затем действует у Бога происходит это одновременно также следует необходимо учитывать то что всемогущество Божие не может рассматриваться отдельных от других свойств оно не является произвольным а осуществляется в соответствии с его благостью и мудростью например митрополит Макарий Булгаков подчеркивает что Божие всемогущество исключает возможность совершения греха или вреда то есть Бог не может желать или делать зло поскольку это противоречит его природе все что он желает и осуществляет является добром и также я взял в пример молитву Трисвятого и здесь как раз таки тоже отражают отражаются свойства во фразе святый крепкий святый крепкий вот здесь указывается на всемогущество Бога и здесь крепость Бога подразумевается что Бог предполагает его способность творить управлять миром и защищать и в завершение я бы хотел сказать что катафатические свойства Божие представляют собой критический христианский аспект богословия они помогают нам сформировать наше представление о Боге и углублять понимание его действий в мире но в то же время необходимо понимать о границах наших знаний и понимать что несмотря на богатство имен и качеств истинная сущность Бога остается для нашего полного понимания благодарю за внимание добрый вечер дорогие братья и сестры сейчас мы продолжим говорить о катафатических свойствах Божьих и скажем о таком свойстве Бога как всеблаженство в книге Псалтири есть такие слова обращенные к Богу блаженство в деснице твоей вовек блаженным называет Бога и апостол Павел также жизнь Бога есть гармоничное единство деятельность всех сил Божьих находится в гармонии и ни одна из сил не превышает другую ибо каждая имеет признак беспредельности в этом и состоит верховное благо Богу не нужно стремиться к чему-то лучшему более совершенному чем он сам любовь к благу в Боге совпадает самим его обладанием а следовательно Богу от вечности свойственно неизменное всеблаженство рассмотрим в гимнографии где говорится о блаженстве Бога на завещальным богослужением поются такой гимн святитихий называется где говорится о блаженстве Господа Иисуса Христа то есть здесь раскрывается смысл того что подчеркивается блаженство Господа Иисуса Христа но также раскрывается и весь долгмат Пресвятой Троицы прославляется Бог Отец Сын и Святой Дух вот говоря в конце с словами молитвы о том что достоин Ииси во все времена петь и голос и преподобными вот так как Господь дает живот да яй тем же мир Тя славит далее рассмотрим такое свойство Бога как благость любовь и милость будучи блаженным Бог открывает себя и вовне существом всеблагим и любящим дарует тварям столько благ и совершенств сколько нужно для них сколько они могут принять по своей природе и состоянии благость как раз таки побудила Бога создать мир и все промыслительные действия Бога суть проявления его благости о том что тварь может стать причастницей божественного блаженства божественного блаженства говорит 5 глава евангелия от матфея вот в заповедях блаженств как раз таки благость божия распространяется на все существующие без изъяна без изъятия благ господь как ко всем и щедроты его на всех делах его о чем говорится в псалме 144 также в трактат в трактате о божественных именах говорится что называют благостью само богоначальное бытие имея в виду что для добра существовать как для добра по существу означает распространять благость во все сущее также говорится о трех свойствах благости это любовь благость любовь и милость они тесно связаны между собой и по сути являются различными аспектами одного и того же свойства любовь есть не что иное как благость но по отношению к личностным существам а когда же речь идет об отношении бога к миру вообще и к безличным вещам то говорят о благости когда же об отношении к существам обладающим личным бытием то есть лицам пресвятой троицы людям и ангелам тогда говорят не о благости а о любви любовь это одно из самых возвышенных имен божьих не случайно евангелист Иоанн в своем первом соборном послании дважды повторяет что бог есть любовь также святитель григорий богослов говорит если бы у нас кто спросил что мы чествуем и чему поклоняемся ответ готов мы чтим любовь и наименование сие благоугодней богу всякого другого имени из этих слов не следует заключать что любовь есть самая сущность божия любовь не сущность а одно из имен свойств божьих хотя возможно для человека оно является наиболее значимым святые отцы нередко говорят о любви как о божественном свойстве по преимуществу например святитель григорий низкий пишет жизнь высшей природы есть любовь потому что прекрасно и непременно любима для знающих бог же знает сам себя и это знание становится любовью потому что познаваемое прекрасно по природе иногда отцы церкви говорят о любви как о содержании жизни пресвятой троицы и пытаются с помощью этого пояснить характер отношений отношений божественных лиц так блаженный августин говорит о лицах троицы три суть любящий любимый и любовь что такое любовь божья человек во всей полноте уразумить не может святитель филарет московский говорит что само слово божие дабы совершенно изобразить ее любовь умолкла на кресте в новом завете о любви говорится как о даре божьем по словам апостола павла любовь божья излилась сердца наши духом святым апостол называет любовь высшим из духовных дарований совокупности совершенства еще одна грань всеблаженства и благости божьей это милость уже в ветхом завете было сказано все пути господни милость и милость есть проявление благости и любви божьей к падшему человечеству ты всех милуешь потому что все можешь и покрываешь грехи людей ради покаяния как правило под милостью понимается любовь по снисхождению по отношению к тем кто этой любви не заслуживает в этом аспекте милость сближается с таким свойством Бога как долготерпение по учению святых отцов милость божия превосходит всякое человеческое беззаконие и нет такого греха который не мог бы быть прощен естественно при условии покаяния что горсть песку брошенная в великое море тоже грехопадение всякой плоти в сравнении с божьей милостью и как обильной водой источник не заграждается горстью пыли так милосердие создателя не препобеждается пороками тварей в гимнографии о благости и божьей и любви его к нам говорится в 103 псалме это начало вечерней вот здесь говорится что всяк тебе чаю дайте пищу им во благо время то есть здесь говорится о промышлении Бога о том что он как раз таки промышляет о каждом человеке и питает и человека и каждую тварь которую он сотворил также далее говорится что давши тебе им соберут отверши тебе руку всячески исполнится благости также здесь повторяется о том что Господь промышляет о каждом творении и дает все вовремя каждому далее рассмотрим такое свойство Бога как правда Божья правда или справедливость Божья тесно связана со свойством святости поскольку Бог свят он требует совершенства от своего творения для достижения совершенства им дается нравственный закон ведущий исполняющих его к святости при этом исполнение закона награждается а нарушение наказывается в правде Божьей можно различать два действия правду законодательную законодательную и правду мздовоздаятельную об этих двух действиях говорит святой апостол Иаков един законодатель и судья могущий спасти и погубить законодательное действие правды Божьей выражается в первую очередь в том что Бог даровал человеку естественный закон ибо когда язычники не имеющие закона по природе законное делают то не имея закона они сами себе закон они показывают что дело закона у них написано в сердцах о чем свидетельствует совесть их и мысли но поскольку человеческое естество помрачено грехом естественных сил для нравственной жизни человеку недостаточно поэтому естественный закон получает восполнение в виде закона богооткровенного сначала ветхозаветного синайского законодательства а затем и новозаветного нравственного учения преподанного Господом Иисусом Христом при этом Бог не только дает человеку нравственный закон он еще и производит над человеком суд в зависимости от того как человек этот закон исполняет в книге второзакония приводятся следующие слова Божьи у меня отмщение и воздаяние апостол Павел также говорит что Бог воздаст каждому по делам его в Священном Писании правда Божия может пониматься и как божественная энергия которая помогает человеку достичь совершенства псалмопевец просит Бога животвори меня правдой твоею а в другом псалме отмечается что правда его на сынах сынов хранящих завет его и помнящих заповеди его в новом завете прежде всего у апостола Павла под правдой Божией понимается божественная милость благодать подаваемая всем уверовавшим во Христа и епископ Кассиан Безобразов пишет что объективно правда Божия есть та полнота нравственного добра которая присуща Богу Бог есть носитель правды как высшего идеала добра но к правде Божией дано приобщаться и человеку эта правда Божия во всей полноте открылась в Господе Иисусе Христе через веру в Спасителя человек приобщается правде Божией явилась правда Божия через веру в Господа Иисуса Христа во всех и на всех верующих основное возражение против правды как свойство Божие сводится к тому что окружающая нас действительность порой заставляет нас усомниться в том что Бог есть существо которому присуща абсолютная правда и справедливость например грешники часто благоденствуют в то время как люди праведные терпят различного рода скорби как можно ответить на эти недоумения во-первых нельзя ограничивать правосудие Божие только пределами земной жизни человека во-вторых нельзя игнорировать тот факт что человек есть существо обладающий свободой и поэтому счастье и бедствие людей зависят в определенной степени от их свободной воли и в-третьих когда речь идет о противопоставлении наслаждающихся жизнью грешников и страдающих праведников оценка обычно дается по каким-то внешним проявлениям то есть состояние здоровья обладания тем или иным имуществом возможность осуществить жизненные планы и так далее при таком подходе игнорируется внутреннее духовное состояние людей ведь праведные люди даже находясь в стесненных обстоятельствах могут наслаждаться царством божиим которое внутри нас предвкушая будущее блаженства так как царствие божие не пища и питье но праведность и мир и радость во святом духе и наоборот в священном писании можно найти немало мест которые свидетельствуют о том что человек ведущий греховный образ жизни не может быть по-настоящему счастлив скорбь и теснота всякой душе человека делающего злое сам грех уже заключает в себе наказание чем кто согрешает тем и наказывается что посеет человек то и пожнет так же говорится апостола Павла поэтому праведная жизнь всегда связана с предвкушением грядущего блаженства а жизнь греховная с предвкушением будущих мучений кроме того необходимо отметить что страдания с христианской точки зрения не являются безусловным злом хотя они переживают с человеком как зло тем не менее могут иметь и силу добра согласно христианскому аскетическому учению страдания в жизни человеческой имеют очистительное значение могут приводить грешников к покаянию в гимнографии о правде Божией есть такие слова на в пятницу на утреннее глас четвертый поется такой мост спаси в огне аврамские твоя отроки и халдея убив я же правда праведна уловляше припетый Господи Божий Отец наших благословен Иси здесь говорится дважды подчеркивается правда и праведна уловляше то есть что говорит о свойстве Божьем далее рассмотрим такое свойство как благость и правда Божья в их соотношении в истории человеческой мысли возникали заблуждения для которых было характерно противопоставление таких божественных свойств как любовь и правда например так учили гностики манихеи богомилы и другие по их мнению сочетание в Боге свойств любви и правосудия невозможно исходя из этого делается вывод что Бог Ветхого Завета не тождественен Богу Нового Завета что в Ветхом и Новом Заветах речь идет о разных Богах Маркион гностик и на этом основании даже отрицал богодухновенность книг Ветхого Завета а согласно православному учению Бог свят и следовательно не может быть равнодушен к добру и злу именно поэтому он ограничивает проявление зла в мире но поскольку Бог Всеблажен и все силы его находятся в гармоничном соответствии любовь в Боге ни в коей мере не противоречит справедливости можно сказать что любовь Божья справедлива а правда Божия одушевлена любовью потому что любовь без правды вырождается в благодушие сентиментальность и откровенное попустительство греху а правда без любви оборачивается жестокостью в книге в книге насколько на которые не справедливо являются черными fluем понравилось влиянием блага и она должна рассматриваться не только как разновидность благости но и как ее защита Ибо благость, если не управляется справедливостью, чтобы быть справедливой, не будет благостью, если будет несправедливой. Ибо ничто не является благом, что несправедливо. Благое же всё, что справедливо». В гимнографии на утренние недели месопустные подготовительные есть такие слова, песнопения, «О том, что множество содеянных мною лютых, помышляя окаянный, трепещу страшно в дне судна, но, надеясь на милость и благоутробие твоего, яко Давид, вопиють и, помилуй меня Божий, повелиться в твоей милости». На что тут стоит обратить внимание? В первую очередь на то, что Господь говорит, что в день судного дне, то есть о том, что страшным будет судный день, так как по правде Божией Господь будет судить людей, но также здесь не отнимается милость Божия. И вот далее говорится о том, что «надеясь на милость и благоутробие твоего», разъясняется о том, что всё-таки Господь где-то будет прилагать суд и на милость. Вот мы и закончили говорить о катафатических свойствах Божьих. Благодарю всех за внимание.